Начальник отдела МВД Андрей Терёфин призвал анапчан быть внимательнее и заботиться о сохранности личных вещей. На пляжах участились случаи краж. На курорте не ослабевает работа по пресечению торговли нелицензированным алкоголем. Нарушают хозяева и реализаторы небольших магазинов, пытаются продавать фальсификат. Житель хутора «Красная скала» дом организовал цех по производству суррогатного вина. 10 тысяч литров алкопродукции, 50 литров спирта, красители и добавки изъяли сотрудники полиции у псевдопредпринимателя. Среди изъятого имущества станок для производства тетропаков и наклейки. Соблюдение миграционного законодательства также на контроле. Сотрудники полиции и миграционной службы проверили 71 иностранного гражданина, 9 привлекли к административной ответственности. Глава курорта задал вопрос, сколько граждан Украины прибыли в Анапу на прошлой неделе. 86 человек отчитались Сергею Сергееву. За один рабочий день на этой неделе к нам приехали еще 29 жителей соседней страны. Пока единицы обращаются за оформлением статуса беженцев, в основном украинцы приезжают к родственникам и знакомым и останавливаются у них на лето. Тем не менее, мэр Анапы дал подчиненным поручение создать штаб по оказанию помощи беженцам из Украины и вести учет прибывших в Анапу. Вы должны их сейчас по штабу, почему я задаю вопрос. Мы должны выделить интересующие нас вопросы. Нам край поставили, посмотрите, мы получим в ближайшие деньги и таблицу. Получили по отчетности. Но мы должны еще кроме этой таблицы для себя отслеживать. Эти же дети пойдут к нам в очередь в детские сады. Они пойдут к нам записываться 1 сентября в школу. Понимаете? Мы должны ситуацию проадозировать. Идею учета беженцев с данными о каждом предложила вести первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая и напомнила об указе президента России Владимира Путина. К концу текущего года до 90% жителей должны иметь возможность пользоваться услугами МФЦ. Принцип работы одного окна должен быть доступен для 9 из 10 жителей Анапы и даже самых отдаленных сельских населенных пунктов. Один из вариантов решения – мобильный приемный пункт МФЦ, но для этого, подчеркнул мэр, необходимо проанализировать потребность жителей тех или иных населенных пунктов в этих услугах, то есть изучить вопрос досконально. Работа мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли и контролю санитарного состояния города продолжится. В администрации Анапы ждут более результативных отчетов. На этой неделе на курорте продолжат контроль за строительными площадками и объектами. Сергей Сергеев отметил, благодаря слаженной работе сотрудников администрации новых самостроев, в Анапе нет. С теми, что возвели ранее, будут работать в рамках правового поля. Все приведет в соответствие. То есть, не будет этих проблем. Даже если кто-то сегодня восстановил то, что мы сестри, то мы найдем способ. Каким образом это все. Вот я Алексею Васильевичу дал команду скрывать, и мы будем ограничивать коммунальные предоставления коммунальные качества. На этой рабочей неделе поручение коммунальщикам подготовит театральную площадь для проведения выпускного бала. Алые паруса пройдут в Анапе 25 июня. Основные позиции контрольного вопроса об обеспечении медицинского обслуживания детских здравниц озвучила заместитель мэра Людмила Мурашова. За каждым пансионатом оздоровительным лагерем закреплен врач-педиатр. Соответствующие договоры заключены между здравницами службы скорой помощи и детской больницей. С 16 июня в Анапе начали работать 24 лагеря дневного пребывания при школах. В них отдохнут 4000 маленьких анапчан. За состоянием их здоровья будут следить дежурные медработники. Особое внимание на курорте уделяют детям, прибывающим в Анапу на лечение и отдых. Юные гости проходят обязательное медицинское обследование при заезде в лагерь. Это и ранняя профилактика заболеваний, и обеспечение безопасности всех находящихся на отдыхе детей. Подводя итоги планерного совещания, глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил всех, причастных за работу, подготовку и проведение праздника, посвященного открытию сезона.